Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, в День памяти преподобных Максима Исповедника и Максима Грека, за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 13, стихи с 1 по 8. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, исходящего Иисусове от Церкви, глагол ему един от ученик Его. Учителю, вишь, каково каменье и каково здание. И, отвечав Иисус рече ему, видишь ли сия великоздание, не имать остатись, где камень на камени, и же не разориться. И, сидящий ему на горе, или он си прямо церкви, вопрошах у Его единого, Петр и Яков и Иоанн и Андрей, рцы нам, когда сия будут, и кое будет знамение, игда имут вся сия скончатися. Иисус же, отвечав им, начал глаголати, «Блюдитеся, да никто вас прельстит. Мнозибо придут во имя Мое глаголюще, яко аз есмь, и многие прельстят. Игда же услышите брани, и слышание бранием не ужасайтеся, подобает бобыти, но не у кончина. Восстанет бо язык на язык, и царство на царство, и будут труси по местам, и будут глади и мятежи. Начало болезнем сия. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, когда выходил Иисус из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ, «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Илеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков и Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечал им Иисус, начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прелестят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней». Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами слышим евангельский отрывок, в котором Господь наш Иисус Христос пророчествует о разрушении Иерусалимского храма. Храм, построенный премудрым Соломоном, был перестроен и расширен Иродом Великим. Строительство началось в 20-19 годах до Рождества Христова, и в эпоху Христа не было еще полностью закончено. При постройке не стали сносить вершину горы, а устроили нечто вроде огромной платформы, воздвигнув стены массивной кладки, на которые была уложена платформа. К сожалению, после разрушения Иерусалима осталась только одна из запорных стен платформы перед храмом, которую иудеи называют «стеной плача». Интересное описание храма мы встречаем у историка Иосифа Флавия. Фасад храма, его переднюю стену, наверное, нельзя было украсить еще чем-нибудь, чтобы еще больше поражало взор. Храм был сплошь покрыт тяжелыми золотыми листами, и с первыми лучами солнца он сиял огненным блеском и заставлял людей, силившихся смотреть на него, отводить глаза, как от лучей самого солнца. Но для тех, кто увидел его впервые издали, он казался как бы снежной вершиной, потому что те его части, которые не были покрыты золотыми листами, были ослепительно белыми. Эти сияния и блеск произвели на учеников сильное впечатление. Храм казался вершиной человеческих достижений и искусства. Он был столь огромным и крепким, что, казалось, простоит вечно. Но Господь сделал предсказание о том дне, когда от него не останется и следа. «Видишь сии великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Слушая это порочество Иисуса Христа, апостолы Петр, Яков, Иоанн и Андрей дерзнули спросить своего учителя. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться». Как отмечает Александр Павлович Лопухин, апостолы, без сомнения, сливали в своем представлении разрушение храма с концом мира и открытием славного Царствия Божия. Поэтому-то они и говорят «все сие». Значит, в первом вопросе речь идет о времени наступления конца, а во втором – о признаке, по которому можно ждать этот конец. «Господь говорит своим ученикам о событиях, которые будут предшествовать времени разрушения храма. «Берегитесь, чтобы кто не пререстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих пререстят». В этих словах Спаситель указал на лжи мессий, людей, которые провозглачили себя освободителями еврейского народа. Это произошло в период с 66 по 70 годы, когда страну терзали восстания против римской власти. Различные партии зелотов, то есть ревнителей иудейской веры, захватывали власть в Иерусалиме и иудеи, а их предводители, для утверждения своего авторитета, провозглашали себя мессиями. Именно восстание против Рима и привело к разрушению легионерами мятежного города. Но Господь предупреждает, что разрушение Иерусалима и храма Божия не будет концом мира. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения». Это начало болезней. Этими словами Господь хотел донести до учеников, что разрушение и Иерусалима, и храма Божия не будет еще концом мира, что будут еще различные тяжбы и войны среди людей, которые настолько осквернят землю, что сама природа будет истреблять грешников. А далее добавляет, что это начало болезней, бедствий, которые обрушатся на тех его учеников, кто предаст своего Бога. Для нас, дорогие братья и сестры, это порочество Христа является важным напоминанием того, как жизнь во грехе и вражде против Бога может привести не только конкретных людей, но и весь народ к гибели. Только стремление каждого из нас к искренней любви к Богу, смирение и доверие к Господу обязательно принесут на землю мир и благоденствие. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на тебя уповал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok